МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...и запоминальную программу. Суместный белорусско-российско-украинский концерт, спортивное и забавляльное шоу, работа города-майстро и выстава ретро-аутомобилев. Об самым значимым и цикавым в материале Олега Синтерова. Святководня Дня Славянской Едности Улови начинается заурочистая литургия, которую проводит патриарш и экзарг Беларуси Павел. У имя Добряни и Миру. Господи, благослови нас, дай нам не хворобы, а житё, спевая хору. На Луевской земле это слово звучать особливо актуально. Менавито тут, на берегах Днепра, в осенью 43-го года почалась битва, якая поклала початок вызволению Беларуси. Правда, отримана, гэта перемога была дорогой ценой. Только на территории Луевских района загинули больше 10 тысяч червона армейцев. Як узгадываць у дельники тэх боёв, Днепр был червоном от криви. У гэтым годзе, по инициативе местовых жахаров, тут открыли мемориальный комплекс с выставой боевой техники и стелами, на яких увековечены имёны 365 героев Советского Союза, якие змагались на Луевским плацдарме. До речи, сяро тых, кто вызволял Беларусь, было шмат россиян и украинцев. Простовники гэтых краин приняли удел у суместном светочном концерте. Шоу у Вогля казался масштабным и запаминальным не только для его удельников. На одной сцене академичный ансамбль песни и танца у Збройных сил Республики Беларусь и студенты Гомельского Державного Университета Транспорту, Беларусский Державный Университет Культуры и акробатичная группа 4-й спортивной школы Олимпийских резервов, хореографичный ансамбль из Бранска и Житомира. Поехали с большим желанием, с отличным настроением. Некоторые студенты уже бывали, но некоторые действительно впервые. Очень интересно было сегодня просто приехать к своим братьям, друзьям. Починаючи с 1969 года Беларусско-Российско-Украинский форум проходил каля монумента дружбы на скрыжевании границ трех краин. Але зараз, по шергу причин, место сустречи пришлось изменить. Организаторы кажуть, что минавито Лою обраны не вопадкова. Розные часы гэтые земли належили Чарнеговскому и Киевскому князцам, у выходили в склад Великого князства Литовского и Российской империи. С 1926 года Луевчина заявляется территорией Беларуси. У наших народу шмат огоньных сторонок у историчным минувам. И сегодня об этом есть подстава нагадать еще раз. Мы к этому мероприятию особо готовимся, потому что считаем, что славяне – это тот народ, это те люди, которые действительно на протяжении многих десятилетий, тысячелетий поддерживали друг друга и относились каждый как к брату. Поэтому мы сегодня встречаем, встречаем наши области и старались сделать так, чтобы им здесь было хорошо и понравилось. Для того, чтобы нам, нашему поколению, думать о будущем, о том, что будет завтра, нам нужно воспитывать подрастающее поколение, нашу молодежь. От того, как мы их воспитаем, что мы им привьем, так они будут в дальнейшем жить, работать, строить и деловые, и экономические отношения. Выстава ретро-автомобилев, реконструкция послевоенного города, организаторы селеднего форума, просвеченного Дню молоди, имкнулись сделать программу, интересную для всех, у тимлику, аматеров народной творчести, которых запросили у город-майстров. Пожаные сябры, сегодня улови великое свято, и гости насъезжало, много-много, вам секрет поведомляю, из всего российского и белорусского края, з'ехалися сюды музыканты и співаки, плотники и бандары, кавалі и ганчары, и у селяких справ маэстры, лазяных, дратяных, берестяных и глиняных. Город маэстров у гэтом годзе трамався интернациональным. Свои работы представили белорусские и российские маэстры. Сегодня только у Гомской области старожитные рамюства одаражают и заховывают около 500 человек. У тимлику работники специализованных центров, гразба по древу, выроб лодок, кавальства, каства рушняков по селке ПСУ. Усім гэтом знакамітая Гомишина. Причем гэтая заслуги оценены на самым высоким узровнім. Неглебский сельский центр каства Ветковского района селита трамав премию президента Беларуси за духовное одаражение. Что тэджица далейшого лёсу международного фестивалю в Славянске Морде, то сё не спрагнозаваць аго тяжка, бо у наступном годзе примать форум повинен украинский бок. Але одно можно сказать з усею пэвненностю. Супрацовництво региону Беларуси, России и Украины буде притягиваться обовязково. В делегациях председателей, президенты, директора торгово-промышленных палат могу сказать, что деловое сотрудничество между нашими регионами не прекращалось, не прекращается сегодня и не будет прекращаться завтра. В Турове отбылся пресс-тур с уделом польских журналистов и представников турфирмов. Головная задача мероприемства продемонстровать богатый и разностайный туристичный потенциал, який один из самых старожитных городов Беларуси сегодня может пропоновать замежным гостям. Организатором пресс-тура выступило Национальное агентство по туризму суместно с Головным управлением идеологичной работы, культурой по справах молоди и управлением спорту и туризму Гомельского облвыганкама. Верникова Рашилина с подробязностями. Гомельщина не сдарма славится и окрая гостинные ветлевые. Тут, саправды, ведают, как примать гостей. Житковицкая земля не выключение. У зельников пресс-тура на меже Брестской и Гомельской областей сустракали хлебом с солью и народными песнями. Агульный фотосдымок на память на уезде у Житковицкий район а далей рух по распрацованным маршруте. Первым объектом наведывания в программе стал Турумский молочный комбинат. Это сучасное экспортно-ориентованное предприемство, которое специализуется на выпуске сыров. Тут вырабляют высокаякосный по усих параметрах продукт. У ассортиментного пиролика сыра вядомых европейских отунков моцарелла, маскарпоне, рикотта и иншая. Это мягкие, полуцвердые сыры, вырабленные по итальянской технологии, а так само уластные рецептуры. Под шанс дегустацию дельники Простура смогли оценить продукцию предприемства, одягучи специальной галереей с панорамными вокнами, поназирать за вытворшим процессом. Продукцию этого комбинета я оценивал как простой обыватель, так как не сильно разбираюсь. Впечатлил сыр с паприкой. Мне также очень понравилась экскурсия. Видно, что это современное предприятие, которое выпускает большое количество видов сырной продукции и оправдывает вложенные сюда средства. К слову, с молочной белорусской продукцией я до этого не сталкивался и сейчас полакомился ею от души. Ознайомились у дельники Простура из открытым акционерным товарыством Туровщина. Буйным агропромысловым предприемством, ведучими на прамках Якова, заявляется вытворчасть и перепроцовка сельской господаршей продукции, а так само развитие агроэкотурызму. Запросили гостей у туристичный комплекс «Трумень», где створены усе умовы для активных отпочинку, комфортабельные домики, ресторан, полеоничные угодзи и арендованная частка Раке-Прыпять для аматоров рыбалки. Летесь в этот туристичный объект принял больше, как 2000 наведальников. Дарайше, для повышения объема экспорта туристичных послуг и притягнения на Гомельщину замежных гостей в нашем регионе проводится серьезная усебаковая работа. В этом году предусмотрено больше 200 маршрутов по Гомельской области. Они интересны для наших туристов, они интересны, конечно же, в первую очередь для иностранцев. Люди, которые приезжают в нашу Гомельскую область, они отражают, что да, вы на правильном пути. Естественно, мы не будем останавливаться на том, что достигнуто. Будем организовать те же самые рекламные туры и рекламировать свой регион в Гомельской области. Про то, что требует больше про себя заявлять и рекламовать свои послуги на разных международных выставах отзначают и удельники пресс-тура. До приклада Турова – это не только один из самых старожитных городов Беларуси, и он так само издевляет удалым с получением вытворчего, культурного и паломницкого туризма. Тут сконцентровано шмат уникальных объектов, які обовязково затекают замежных гостей. Например, судодейные крыжи на Борисоглебских могилках, тирэштке одинага помника монументальной архитектуры Паудневой Беларуси, православного храма 12-го стагодя, представленные у Туровским Крэзнаучым музее. А еще богатый природный потенциал и неподробная ветливость гостиных Жахарова-Полесья. Меня впечатлила не только этот музей, этот объект, но вообще и Туровщина от момента нашей встречи, от самого гостеприимства, также и от того, что мы посмотрели. Потому что я сама туроператор, я 20 лет работаю, но я не знала, что у вас такая великолепная сейчас инфраструктура, что ездить ночевать, рестораны есть и все. Здесь можно сейчас и останавливаться и показывать уже более в таком полном объеме. Вероника Варашилина, Валерия Панько, телерадио-компания «Гомель» с Турова. Новины регионы, информацию о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова